11 декабря 2002 года. Открыта новая страница в истории нефтехимии Татарстана. Пуск базового комплекса знаменует развитие еще одной отрасли промышленности нашей республики — нефтепереработки. Всего 4 года назад был заложен этот камень. Отныне комплекс, рассчитанный на ежегодную переработку 7 миллионов тонн высокосернистой нефти, позволяет получать дизельное, котельное, реактивное топливо, другие виды высококачественной, экологически чистой продукции. КОНЕЦ В тот же день президент Татарстана Ментимер Шарипович Шаймиев вручил награды отличившимся участникам сооружения нового завода. Казанский государственный университет. Как сказал поэт, горделивость Казани. Скоро ему исполнится 200 лет. 50 из них существует кафедра радиофизики. 20 лет возглавлял кафедру Танцы Кавеевич Нижмеддинов, сын известного советского писателя Кавина Джми, продолжатель славного рода Нижмеддиновых. Род очень древний, начало берет с конца 16 века. Первым в роду был Алтанай, по-другому Алтенбай. В конце 18 века представитель нашего рода был председателем духовного мусульманского собрания России Ханбек. И наша фамилия, как таковая, Нижмеддин, появилась в середине 19 века. Это был мой прапрадед Гимаддин Нижмеддин. В переводе с арабского Нижмеддин означает «звезда веры». Вся жизнь Танцы Кавеевича связана с радио. Впервые с понятием радио я встретился в 30-х годах, когда появились громкоговорители на столбах улицы Казани. В дальнейшем с этим понятием я встретился, когда начал служить в армии. Меня комиссовали из Качинского училища летчик-истребителей и направили в третий отдельный учебный полк в Саратов радиотехнический, где меня обучили профессии локаторщика, оператора. Нас обучали работе на отечественных локаторах, на американских, на канадских. И после этого меня направили уже служить дальше в Среднюю Азию. После демобилизации куда поступать? И вот я решил продолжить свое радиообразование. Вот тогда я попал на каферу радиофизики Казанского университета. На кафере радиофизики в то время работало четыре преподавателя, один лаборант, один учебный мастер. Приборов минимум, две учебных лаборатории, элементную базу преподаватели и студенты покупали на толкучке, на суконке. Основное развитие материальной базы кафедра получила в 70-е и 80-е годы, время бурного развития оборонной промышленности страны. За эти годы на кафедре были подготовлены 12 кандидатов наук. Пятеро из них стали докторами, трое – академиками. Казанский университет и в настоящее время сохраняет ведущую роль среди научных центров России. Пожалуй, только специалист может определить по характеру этих самых разных работ руку одного мастера. Книжная графика, живописные полотна, портреты, костюмы для артистов национального ансамбля. Наверное, только собранные вместе на юбилейном вернисаже они наиболее полно отражают многогранный талант художника, мир, в котором творит Фарида Хасьянова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мерседес Бенц. Юбилей, торжества, миг нашей жизни. В основном, каждодневные житейские хлопоты. Как же все-таки сегодня живется художник? Непросто. Время тяжелое для всех одинаково. Как для учителей, врачей, для киношников, писателей, так и для художников. Очень тяжелое время. А особенно женщине это еще труднее. Если уж мужчины наши жалуются, женщине труднее. Это уже очевидно. Поскольку быт, который лежит в основном на плечах женщины, его ведь не переложишь ни на кого. Поэтому если мужчина хоть защищен семьей, заботой жены, то женщина, она, как правило, все перекладывает на свои плечи. И здесь вот удваивается проблема. И нужно выбирать, что важнее. Ну, уже все поставлено на это. И творчество это уже моя жизнь. Это уже то же самое, что дышать воздухом, то же самое, что пить воду. Вот так и живет Фарида Хасьянова. Творит вопреки житейским хлопотам, заботам, трудностям. Главный художник журнала «Идель». В издательстве «Магариф» постоянно выходят книги с ее иллюстрациями. «Магариф» постоянно выходят книги с ее иллюстрациями. «Магариф» постоянно выходят книги с ее иллюстрациями. Сейчас мы с мамой вдвоем в этом доме. Сын у меня в Германии, в аспирантуре Боннского университета. Вот ждем его. Надеемся, что уже приедет доктор наук. Очень бы хотелось это все увидеть, поздравить его и встретить в этом доме, сделать праздник. Пожелаем Фариде Хасьяновой побольше радостных дней и новых творческих открытий. Субтитры создавал DimaTorzok